Людмила Куряева пришла на прием от имени жителей 4-го дома по улице Тихая Аллея. Жильцы боятся выходить на собственные балконы, они вот-вот обрушатся. Ремонт запланирован на 2016 год, однако ждать, уверяет женщина, больше нельзя. Все может закончиться несчастным случаем. Давайте так, открытым пока ставим вопрос. В 2016 мы должны отремонтировать 100%, но мы посмотрим ближе к лету. Стараемся в этом году сделать, но однозначно в следующем году мы его полностью дом. Не только этот стояк, скажем, но и полностью дом капитальный. Медицинские учреждения города по-прежнему испытывают дефицит врачей. Это хорошо известно и выпускникам школ. Дочь Фонии Гараевой Алина учится в 11 классе, является претендентом на золотую медаль. Хочет поступить в Казанский медицинский университет и после завершения учебного заведения вернуться в родной город и лечить нижнекамцев. Мать Алина попросила главу города оказать помощь в предоставлении целевого направления в университет. Мы вернемся к этому вопросу по завершению сдачи ЕГЭ. И мы рассмотрим в купе всех тех кандидатов, которые будут. Ну, у вашей дочери большие шансы с точки зрения стартовых возможностей. Ну, на этот момент, наверное, на ЕГЭ сдастайше. На приеме обсуждали вопросы, которые касались и хутора Минькина. Дороги привели в порядок, однако теперь жителей населенного пункта пугают бродячие собаки. Мэр Нижнекамска пообещал, вопрос будет решен в ближайшее время. Это страшная вещь, мы этому уделяем внимание. Поэтому, как только возникает, ну, глава поселения тоже не может знать или контролировать этот. Как только появляется, сразу сигнализируется. Благоустройство территории города от торгового центра Аркада до Ситимола, подобно проспекту Мира. Улучшение жилищных условий, организация лыжной трассы. Все вопросы и просьбы горожан Айдар Медшин внимательно выслушал и взял на контроль. Аделя Сиразова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Продолжение следует... Продолжение следует...